Время новостей на телеканале Дом, в студии Светланы Ливонтьевы. Здравствуйте! Начнем со срочной новости. Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал у себя в Твиттер. Информацию также подтвердили и на сайте НБУ. Япония поможет Украине отстраивать разрушенные обстрелами Донбасс. Более 4 миллионов долларов, по словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, потратят на помощь украинским военным и вынужденным переселенцам. Значная сумма, в том числе будет 910 тысяч, майже миллион долларов, будет так же протягом 12 месяцев. Будет направлено на поддержку внутренне перемещенных людей, которые постраждали в нас до конфликта. Это именно создание рабочих мест и восстановление экономической инфраструктуры. То есть это даст возможность таких маленьких точек роста. Главная идея такой помощи – это как раз дать старт развитию людям, которые способны и далее уже самостоятельно развивать и создавать лучшие умы для своего жизни. С сегодняшнего дня в Украине вырос прожиточный минимум 2118 гривен вместо 2027 гривен. До 1712 гривен возросла и минимальная пенсия. В Кабинете министров обещают поднять и заработные оплаты. С 1 сентября украинцы будут получать на не менее 5000 гривен. С 1 сентября 2021 года будет увеличить минимальную заработную плату до 6,5 тысяч гривен. Уважение минимальной заработной платы – это увеличение уровня жизни наших граждан. Оформление пенсий онлайн. В Украине с 1 июля запустили автоматическое назначение пенсий по возрасту. Оформить выплаты теперь можно без посещения отделения пенсионного фонда. Для этого необходимо авторизироваться на сайте фонда, заполнить анкету, добавить скан копии документов и воспользоваться цифровой подписью. Кабинет министров предлагает Верховной Раде поддержать закон о штрафах за отсутствие защитных масок в общественных местах и транспорте. Сколько придется заплатить за прогулку без маски и как к этому относятся киевляния, узнавала наша Милена Амеди. Я соблюдаю социальную дистанцию, ко мне никто не подходит и сюда зайду и одену дальше. Помещение, там где есть возможность заразиться, да, на улице нет. Антисептики, все пользуемся, это без проблем. Во время контакта все в маске, без контакта можем без масок находиться. За те, чтобы носить маски, потому что они захищают. Но очень жарко, в такую погоду жарко, то очень сильно жарко. Они мешают, не дают нам дышать нормально просто даже. На работе вообще ты ходишь и задыхаешься, стопоток с тебя сходит, зачем они просто нужны. Уже от них толку нет, они все равно, это больше рассадных бактерий. Конечно, тяжело, очень тяжело. Тем более на работе тоже самое маски ходишь, и здесь ходишь тяжело. За три с половиной месяца карантина украинцы устали от защитных масок. Но снимать их в общественных местах и транспорте по-прежнему нельзя. Слишком высокий риск заразиться. А теперь прогулка без маски может существенно ударить по карману. В Кабмине за их отсутствие предлагают штрафовать. Штрафы великие. Для физических осіб штрафы поревнены на великие. То есть, по сути, идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предвидено. В Минздраве уверены, если украинцы и дальше будут пренебрегать правилами карантина, Украина рискует повторить сценарий Италии. На пике эпидемии от осложнений там погибали по тысяче человек в сутки. При таком загостренном ситуации в нас могут вводиться серьезные дополнительные ограничения. Но в том числе и такой жесткий карантин, в котором мы перебивали с такой практической самоизоляцией. Но я все-таки надеюсь, что этого не будет. И, конечно, если мы будем поддерживать тех правил, которые мы рекомендуем, то все у нас будет нормально. Элементарные правила, о которых говорят в Минздраве, это ношение маски, дезинфекция рук и соблюдение социальной дистанции. Особенно при пользовании общественным транспортом. Куда без маски не пускают. Если штрафы за отсутствие маски не сработают и больницы страны окажутся переполненными пациентами с COVID-19, власти готовы ужесточить меры. Милена Амеди, Сергей Савчук. Киев. Твой дом. Киев в те времена уже усилил карантин. Отныне столичные рестораны и кинотеатры будут работать до 22 часов. Все из-за резкого скачка числа заболевших COVID-19. Только за минувшие сутки диагноз подтвердили у сотни киевлян, а общее число уже превысило отметку 5000. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів, в тому числі кінотеатрів, до 22-ї години. Обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру з 22-ї години. Це обмеження вимушений. В столице стартовал театральний сезон. Первым решился на это Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Сегодня там показывали новую старую классику «Украдано счастье» Франко в постановке Дмитрия Богомазова. Билеты на премьеру раскупили задолго до начала карантина, и чтобы все желающие могли ее посмотреть, не нарушая новых правил, «Украдано счастье» сыграют на этой сцене еще завтра и послезавтра. Возможно, теперь это станет нормой. Три дня показывать один спектакль. «Ця вистава была майже готова в квітні, и уже премьера была продана, я так понимаю, что там декілька виставов было. Але потім карантин, и актор, который не сыграв премьеру, ну, она начала рух якийсь внутрь, всередині. И поэтому мы начали репетировать, и сделали другую виставу совсем. Тобто мы сделали дві вистави за цей час. Але ми дуже раді, що нарешті глядач до нас приходить, бо театр без глядача – це як машина без колес. Тобто вона ж, ну, вона сенсу не має. Компенсация за бэби-бокси. Я в январе 2019-го родила в бэби-бокс, я написала заявление в роддоме, естественно, сказали, что, скорее всего, нет. Я потом даже и звонила, и в ЦНАП, и я даже письмо писала на сайте. В министерство. Представляете, 3250 гривень, памперсов купить можно, если пачка 400 гривень стоит посчитать. Даже хотя бы памперсы купить, и то. Или на зиму одежду, например, костюмчик теплый. Очень рады. Компенсации за бэби-боксы получат те женщины, которые стали мамами вперед с 1 сентября 2018-го по 31 декабря 2019-го года. На оформление пакета документов уходит максимум 10 минут. Минимум документов, все быстро, четко, поэтому записалась по времени, пришла, приняли, вообще отлично. Чтобы деньги выплатили, документы в отделение социальной защиты можно принести лично или отправить почтой. Главное – успеть до 9 декабря. Это особистая заявка. До заявки додается копия паспорта, копия свидетельства про народжение, копия податкового кода. И если это внутренне примещенная особа, это копия доведки про взятие на облик, как внутренне примещенная особа. Деньги перечистят либо на банковский счет, либо почтой. Если особа обратилась, а она дала документы до 10 числа месяца, она их отримает наприклад месяца. Если после, то в наступном месяце. Это одноразовая материальная допомога в размере 3250 гривен. Всего в Донецкой области на компенсацию за бэби-боксы могут рассчитывать более 14 тысяч матерей. На это из областного бюджета выделили 46 миллионов гривен. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Мариуполь. Твой дом. Первый центр поддержки предпринимателей «Дия бизнес» в Харькове. Это пилотный проект Министерства цифровой трансформации Украины. В бизнес-хабе начинающие предприниматели абсолютно бесплатно смогут получить консультации, а более опытные протестировать свой продукт. Эта проект открылся впервые в Украине. У нас есть определенные гипотезы. Мы вважаем, что когда такие центры работают по всей Украине, мы будем видеть реальную картину реальной потребности, реальные заплаты предпринимателей в каждом регионе. И, соответственно, противно на них реагировать. Для нас это очень важно. Мы залучаем бизнесменов, потому что мы действительно понимаем, и знаем, что они могут отримать фаховую, безоплатную допомогу в развитии своего бизнеса. И мне очень важно, чтобы мы залучали бизнесменов, которые находятся за территорией города Харькова, чтобы именно в области. Как приручить волну, перехитрить ветер и задобрить сказочное чудовище, знают представители этого вида спорта. Гребля на лодках «Дракон» пришла в Украину из Китая и становится все более популярной. Как откроют новый сезон спортсмены клуба «Дибиси Киев», расскажет Елена Дидух. Десяти или двадцати местная каноэ с головой и хвостом дракона. Драгон-бот. Впереди сидит барабанщик, который задает ритм гребцам. На корме рулевой. Андрей работает в сфере IT. В команде по драгон-боту два года. За время карантина очень соскучился по тренировкам на воде. Ощущение радости такое было. Было очень приятно. Все-таки вода, тренировка, свежий воздух, скажем так, какой-то драйв. Он присутствует. Это очень заряжает и, скажем так, составляет очень положительные впечатления. Ольга – кондитер по профессии, руководит физвоспитанием в Училище пищевых технологий. В драгон-бот пришла пять лет назад и сразу влюбилась в этот красочный вид спорта. Все хочу больше тренироваться и у меня желание есть постоянное. Знаете, вот, как говорят, идешь на работу, как на свято, так же на тренирование, как на свято. То есть, каждое тренирование – это большая ценность и все-таки это два шага вперед. На клубном чемпионате мира 2019 в Киеве команда DBC Киев завоевала 17 медалей в разных классах и на разных дистанциях. Этим летом, в июле, готовились выступить на домашнем чемпионате Европы среди национальных сборных, но помешала пандемия. Соревнования перенесли на август 2021 года. И мы уже стоим в графике, что в 2022 году Кубок Европы будет проходить в Киеве. Бо спільнота зацікавлена в том, чтобы проводить на Украине змагания, всем цікаво, новая светлина, новая края. Из-за пандемии календарь соревнований в этом сезоне значительно сократился. Чемпионат Украины планируют провести 8 августа в Киеве, Житомире или в Умане, где будет более благоприятная эпид-обстановка. Елена Дидух, Ярослав Матяш, Киев, твой дом. Звездные борцы греко-ремского стиля, неоднократно поднимавшиеся на пьедесталы чемпионатов мира Европы Олимпийских игр, взяли в руки весла. Испытали себя в новом виде спорта. На необычной тренировке, а на сап-бордах и байдарках побывал Олег Шумейко. К изнурительным нагрузкам этим спортсменам не привыкать. Но держать равновесие на воде и выполнять установки тренера с веслами в руках борцы начали совсем недавно. Плечевой пояс, пресс, грудь, она в этих движениях, гребли, они очень сильно укрепляются. Вы знаете, гребцы они крепкие, широкоплечие ребята, поэтому именно из-за того, что подобный спектр упражнений они постоянно выполняют. Это первые сборы борцов греко-ремского стиля после трехмесячного карантина. Занятия в зале тренерский штаб решил разнообразить водными. Они просто попробовали, как бы равновесие, попадали. А сейчас они где-то по три подходика сделали, но я спросил четвертую, что-то не особенное желание. Нагрузку получили хорошую, так что тут приятное с полезным. Удержать равновесие борцам не так просто, но такие тренировки всем пришлись по душе. Смена нагрузки, потому что сейчас в основном нам не надо делать ту работу, которую мы делаем, когда готовимся к соревнованиям. И поскольку борцы – это разнообразные ребята, мы пробуемся во всех отраслях. Мы не профессионалы, любители этого вида спорта, но нам очень нравится. И, правильно Семен заметил, это другая нагрузка, и для нас она также полезна. Другие группы мышц работают. Нам очень нравится. Когда борцы смогут вернуться к привычной соревновательной жизни, прогнозировать пока сложно. Возможно, в декабре состоится чемпионат мира. Украинские спортсмены готовятся к любому сценарию. Олег Шумейко, Андрей Толяренко, Киевская область, Твой дом. С пожеланием крепкого здоровья и спортивных побед я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А новости телеканала «Дом» всегда можно найти на наших каналах в Facebook и в YouTube. Доброй ночи и удачи! Доброй ночи и удачи!